привет друзья с вами сан саныч вы на канале взрослый разговор сегодня 24 ноября 2022 года я традиционно вещаю вам из одессы время сейчас 17 53 и собственно мы едем с центра города в один из самых крупных спальных районов одессы у нас уже больше суток нету света говорили что центры включили но вот я думаю оператор покажет центр темный абсолютно причем мы только что были дерибасовская тот район я хотел поснимать но темно и везде темно то есть качественного видео не получается поэтому я решил сесть машину собственно ехать домой и пообщаться с вами сегодня я был на рынке седьмой километр делал там обзор в общем-то цель была узнать есть ли генераторы если все вот эти вот инверторы и так далее ну в общем то кому интересно посмотрите видео предыдущие но скажу так там где генераторы есть они есть на самом деле можно приехать и купить генератор но цены лепятся просто от фонаря вот просто нет фонаря так здесь даже вот покажи даже трамвайные но горит свет может быть там дальше включились свет сейчас посмотрим пока мы едем мы не знаем что он ждет впереди напишите пожалуйста с таких городов у меня смотрите и напишите как ситуация со светом с водой с отоплением ваших городах у нас конечно кстати он регулировщик стоит это круто это на самом деле круто не везде они были и сегодня было очень много сложных перекрестков но частично видите вот покажи регулировщик он стоит указывает куда ехать это хорошо это хорошо вот район без и здесь темно здесь свет горит там где есть генераторы это может четко понимаем лампа вот такая вот такого размера аккумуляторе на седьмом километре 900 гривен то есть если вы хотите вот я не знаю потому что увидел лоточек там с овощами стоять и чем-то торговать вам как минимум нужно 900 гривен потратить на такую лампу слава богу мы ничего не тратили у нас были какие-то фонарики давно они были аккумуляторные покупать генератор в квартиру я смысла не вижу я уже об этом говорил в своих видео какие-то инверторы но если нету света они не подзаряжаются аккумуляторы то у них тоже особого резона нету здесь вот даже фонарь горит 12 машин кстати немного сейчас посмотрим если у нас потому что обычно в это время в наш район пробки но сегодня мне показалось машин гораздо меньше по поводу аз с аз с появились пробки очереди опять-таки есть большая потребность в топливе генераторы плюс люди я думаю начали запасаться потому что принципе у кого есть машина если дома холодно то в крайнем случае можно выйти посидеть погреться в машине слава богу слава богу погода на нашей стороне и было достаточно тепло этой ночью я проснулся где-то всем утра посмотрел на термометр было около 15 градусов по цельсию это тепло это тепло и на самом деле благодаря этому в квартире было не холодно сейчас вот машина показывает 11 градусов посмотрим как будет дальше в общем то пока как бы пока погода на нашей стороне кстати свет есть я думаю опять таки генератор скорее всего нет это газовая заправка была пропустили сейчас мы кстати посмотрим цены на топлива мы сейчас будем проезжать одну из заправок она очень близко мы кстати можем даже наверно заехать посмотреть что там творится с очередью цены на топлива слегка подросли по сравнению с тем что было до отключения мне кажется где-то на гривну на полторы цены уже выросли выводы делайте сами напишите пожалуйста в комментариях что у вас ценами топлива в ваших городах как-то поменялись ли они еще обратить внимание водителей которые ездят на дорогах дороги не освещенные и на самом деле очень много пешеходов которые ходят в темных куртках я сегодня в темной куртке тоже пешеходов не видно пешеходы тоже будьте внимательны потому что вас не видно это жесть какая не работают банкоматы во многих местах потому что нету света и соответственно во многих местах нельзя рассчитаться карточкой карточкой так давайте вот наверно здесь сделаем такой круг посчета так можешь показать наверно стелу значит нано дп 57 99 грубо говоря 58 гривен 95 нано 54 гривны дизель нано 59 гривен и газ 29 гривен давай посмотрим что тут с очередью в принципе нету каких-то убийств скажем так нет нет очереди вчера очередь была больше гораздо то есть сегодня можно в принципе без проблем заправиться цену увидели будем разворачиваться ехать дальше кстати на заправке можно пить кофе можно подзарядиться очень многие кафе сейчас кстати пускают людей просто там за чашку кофе условно и просто так даже люди заходят и подзаряжаются что у нас тут вот так вот у нас ездят красавцы это нервный чувак почему-то решил мне посигналить бывает так здесь еще одна заправка покажи стелу эта заправка дешевле здесь 95 евро 49 гривен 95 какой-то 40 гривен и газ 29 угас везде примерно в одну цену до очереди тоже там нет то есть в принципе мы можем сделать вывод что ажиотаж уже спал потому что вчера он был на топлива я имею ввиду и сегодня с утра мы еще ехали тоже еще были очереди все я думаю что мы заправились машин стало меньше однозначно это тоже видно невооруженным взглядом там вон еще одна заправка вообще пустая стелу покажи видно дизель 53 59 39 газ 28 ну в общем цены те же вообще пустая заправка все ажиотаж с топливом закончился теперь осталось в общем то чтобы заработала платежная система потому что у многих людей деньги на картах можно кстати если есть интернет вы можете зайти в приложение вот например в приватбанк можете там отправить деньги это работает но где-то рассчитаться в кафе например или в магазине почему-то не работает не знаю почему кто знает кто понимает почему потому что вроде бы если даже от генератора есть свет и должен быть по идее вай фай но в общем как мне кажется терминал должен работать но почему-то он не работает друзья я хочу вам пожелать чтобы в вашей жизни был всегда свет чтобы вот не было вот этих темных полос хотя здесь как видите вот фонари даже работают но только фонари работают везде темно там где светло это сто процентов генера также я предлагаю не поддаваться панике я думаю что это время просто нужно спокойно переждать отнестись к этой ситуации философски больше общаться с друзьями с семьей настольные игры вспоминайте какие есть у вас города игра любые игры вы можете себя занять ну те люди которых гаджета зависимость ну вот они как раз сейчас могут выздороветь от этой зависимости 1803 я сейчас доеду я надеюсь до места где есть вай фай я надеюсь что есть вай фай потому что мобильная связь работает из вон из рук он плохо передача данных практически не работает то есть мобильного интернета нет можно сказать что нет вот поэтому сейчас я еду туда где есть вай фай и буду это видео загружать сразу же на youtube еду я на самом деле на высоцкого 23 а это фэшн фауэр кафе я уже показывал ребят в прошлом видео очень интересный формат у них у них изначально был цветочный магазин потом они добавили кофейню ну или как это все делалось сразу то есть кофейня тире цветочный магазин сейчас ребята еще готовят горячие обеды очень недорого можно там прийти покушать и главное что можно просто прийти без проблем просто сказать здравствуйте мне нужно подзарядиться не обязательно даже что-то покупать просто становитесь заряжайте грейтесь все что угодно вот и есть вай фай у них работает генератор постоянно и есть вай фай ребят если вы туда будете приезжать ну или в принципе любое место я думаю что не стоит все таки слоупотреблять хотя бы закажите чашку кофе я сан саныч вы на канале взрослый разговор 24 ноября 2022 года одесса практически полный блэкаут как говорят хотя вот фонари работают что уже не может не рад желаю вам света, мира, добра, любви и счастья пока увидимся